Подобные проверки проводятся в советском районе впервые. Чиновники районной администрации осматривают дворы, и если они не убраны от снега и льда, управляющим компаниям выдают предписание устранить нарушения. Уже осмотрено более 20 придомовых территорий. По словам представителей районной администрации, эти рейды будут еженедельными. Кроме того, жители сами могут обратить внимание чиновников на проблемные дворы. Жители могут либо направить письмо в адрес главы района, либо позвонить по телефону теруправления. Обращают внимание инспекторы и на то, как вывозится мусор. В большинстве дворов с его уборкой проблем не возникает. Но вот около дома номер 22 по улице Фрунзе ситуация обратная. Из соседних дворов мусорные контейнеры убрали. И теперь все жители микрорайона носят бытовые отходы на помойку 22-го дома. Через дорогу дома, которые жильцы, носят мусор к нам сюда, вот в этот контейнер. Они его не доносят, бросают или под арками, или около подъездов наших, наших подъездов. Осложняется ситуация тем, что рядом с домом номер 22 сейчас ведется стройка. И двор стал проездным. По словам жильцов, грузовики разбили дорогу, а забор мешает детям пройти к школе. Жители уже жаловались и в районную, и в городскую администрации. Ответ везде один. Мы жаловались и Авилову, когда он был мэром, и в прокуратуру жаловались. И везде ответы такие, что это в 2004 году когда-то еще было решение вот этот дом построить. И все такое. Разбитую дорогу в этом дворе еще и не посыпают песко-соляной смесью. Жители надеются, что после визита комиссии управляющая компания недочеты устранит. По словам инспекторов, на это отводится не более двух дней. Сергей Речиц, Дмитрий Бощаров, ТВ-центр Тула.